Цель сегодняшней лекции, так сказать, ввести более такие общие вопросы, которые могут пригодиться для понимания дальнейшей, так сказать, упираемой цепи задач. Вот, значит, я как-то старался исходить из того, что многие вопросы, по-видимому, забыли, так сказать, за неиспользованием, так сказать, поэтому, соответственно, так сказать, мы сегодня будем как бы вспоминать то, что, так сказать, в принципе, знак полезно, но оно забылось уже. Для понимания этого вопроса, в принципе, достаточно начальных знаний, для первой половины, чисто классические, достаточно знания аналитической механики. И для второй части, где я буду рассматривать динамические хаосы в квантовом режиме, там понадобится некоторое тоже базовое знание квантовой механики. Ну и, в принципе, так сказать, я планирую некую такую программу, которая, так сказать, включит, так сказать, сейчас вопрос. То есть сначала, так сказать, будет напоминание самых простых вопросов. Я думаю, что вот то, что на этой сегодняшней странице, на этой странице-то находится, ну, в основном, сегодня и будем разбирать. Кроме того, вот еще на следующей лекции рассмотрено, скажем так, будет рассмотрено фазовое пространство динамических систем, то есть особенности динамических систем, в том числе и статистических, и особенности поведения фазового пространства. Собственно говоря, мы начнем с обсуждения регулярного движения, где все более-менее наглядно и просто, и перейдем далее к возникновению, так сказать, хаотического режима, как он появляется и проявляется на фазовом пространстве. Это будет обсуждение, так сказать, на следующей лекции. Кроме того, мы попутно, так сказать, введем некоторые полезные понятия, такие как вот варианты туара, сечение конкары. Ну и, собственно говоря, в следующей лекции это будет, в основном, разговор по том, что мы реально, так сказать, можем, чем мы можем реально интересоваться с точки зрения саркастической динамики. Более конкретный разговор пойдет, видимо, на третьей лекции. Это когда мы рассмотрим гамильтоновые системы, экономические отображения. И здесь одна важная идея, так сказать, присутствует. Дело в том, что если мы изучаем хаотическое движение, то оно по своей природе неустойчивое. Поэтому, скажем, реальное интегрирование, уравнение движения затруднительно, поскольку ошибка будет набегать гораздо быстрее, чем мы получим какой-нибудь физически значимый результат. Поэтому, так сказать, в свое время, так сказать, Чириковым было предложено рассматривать так называемые отображения, которые фактически в гамильтоновой ситуации обладают важным свойством, то есть они сохраняют фазовый объем, фазовое пространство. И, по сути дела, это как бы эволюция системы на каком-то конечном интервале времени. Это, конечно, позволило изучать не только кратковременную историю саркастических систем, но и ее, как говорится, историю на больших временах, и, соответственно, так сказать, установить массу интересных факторов. Вот. Ну и вот одна из таких вот находок, которая является в некотором смысле тем же самым, чем атом водорода явился в случае кванкомеханики, вот такая система, это фактически называется стандартным отображением Чирикова-Теллера, но стандартным она называется потому, что на этой, в общем-то, достаточно простой модели было получено большое количество, так сказать, важных результатов. Причем результатов, которые могут быть обобщены и на другие, скажем, не очень похожие на описываемую данным отображением систему. Вот. Значит, помимо того, что у нас фактически эти нелинейные отображения достаточно сложные с точки зрения аналитического изучения, то есть фактически речь идет о том, что такие нелинейные уравнения решать очень сложно и рассматривать, допустим, многократное действие этого отображения аналитически весьма затруднительно, поэтому основным инструментом для изучения фактических систем явилось численное моделирование, которое, ну, и позволило установить очень большое количество физически значимых результатов. Ну, на самом деле, так сказать, скажем, часть свойств, которые как раз связаны с вопросом неустойчивости-неустойчивости и, скажем, экспоненциальная неустойчивость траектории в статистическом режиме фактически, и есть та причина, по которой возникает хаос, вот, оказывается, основные характеристики этого хаоса все-таки можно получать аналитически с помощью линеризованных уравнений, и мы этим тоже позанимаемся, заодно, так сказать, пытаемся понять, что такое динамический хаос и, собственно говоря, обсудим вопрос о практической значимости этого динамического хаоса. Ну, здесь мы рассмотрим поведение хаотических систем на различных этапах эволюции, как на самых малых, где еще, может быть, как говорится, мы можем, как бы, прослетить движение этой системы, пока неустойчивость не стала, так сказать, решающей. Потом есть, как говорится, этап, когда, на самом деле, описание статистических систем лишено, поскольку, так сказать, смысла, поскольку, детальное описание, поскольку, реально, так сказать, всегда существующие ошибки уже накапливаются в процессе эволюции системы, на самом деле, так сказать, хрой начинает играть именно статистические свойства поведения этих систем, ну и, собственно говоря, когда, так сказать, когда у вас, вы подождали достаточно далеко, достаточно долго, то, фактически, так сказать, происходит, как бы, размешивание, ну и возникает эрганичности в той или иной степени, так сказать. Ну, помимо вот изучения стандартного отображения черепа, мы рассмотрим некоторые практические такие приложения с акастической динамики, и, вот, в частности, мы разберем один из вопросов, который в свое время, так сказать, это была одна из последних работ у черепа, так сказать, это теория больших структуаций и обратимость во время, значит, ну, вкратце, так сказать, история этого вопроса достаточно давняя, поскольку, так сказать, мы все хорошо знаем, что аналитические уравнения, уровень аналитической механики, они принципиально обратимы во время. Но, тем не менее, так сказать, есть такое утверждение, что, вот, ну, сформулированное в качестве второго начала термодинамики, то, что, так сказать, есть, как бы, стрела времени, там, направление во времени, и вот то, что, так сказать, фактически, так сказать, наводит на мысль, что существует что-то еще сверханалитической механики, которое, так сказать, и нарушает, скажем, инвариантность во времени. Ну, на самом деле, так сказать, если говорить по существу, то, конечно, симметрия уравнений во времени, так сказать, никуда не делась, ну, вот, вот, фактически здесь асимметрия возникает именно вот из-за того, что мы, из-за постановки задачи, то есть вопрос, что мы измеряем, и, вот, фактически, так сказать, это означает, что среди множества различных, так сказать, вариантов эволюции, так сказать, мы невольно выбираем именно те, которые, так сказать, второе начало этого динамика, так сказать, нам и порождают. Вот. Но есть еще вот круг вопросов, которые хочется затронуть тоже вот в этих лекциях, но они все-таки больше будут обзорный характер иметь, то есть я буду, по-видимому, приводить некоторые результаты работ, так сказать, и, как говорится, и давать ссылки на то, что, так сказать, после этого, так сказать, было порождено этими работами. Вот такими интересными работами является, например, модель Лоренца, реакция Белоусова, ну, и так называемый странный атака. Здесь речь идет уже, на самом деле, немножко о другой динамике. Если до сих пор, как говорится, мы говорили о гамильтоновой динамике, то здесь еще есть, скажем, диссипативные эффекты. Вот. Там, по сути дела, возникает новая физика, связанная с тем, что фазовый объем уже перестает сохраняться, и, соответственно, так сказать, некоторые области фазового пространства оказываются предпочтительнее, чем другие. Ну, это и воспринимается как так называемый аттрактор. Вот. Ну, и, кроме того, так сказать, весьма интересным является наличие проявлений динамики в ситуациях, в которых, скажем, никто не ожидал, что, скажем, такие системы так себя могут вести. Я имею в виду, вот, реакцию Белоусова, так сказать, где имеется несколько химических реагентов, которые порождают осцилляции внутри, вот, в течение какого-то интервала времени возникают осцилляции, и эти осцилляции, ожидать, вот, скажем, в системе, в которой мы привыкли видеть только релаксацию, действительно, было очень неожиданно, и в свое время вот эти работы, первая реакция на них была, что, так сказать, эти работы просто неправильные, несмотря на то, что, так сказать, воспроизвести это было достаточно просто, люди долго откажутся в сфере. Ну, вот, наконец, мы коснемся еще одной интересной, так сказать, физической ситуации, это, если до сих пор мы говорили о динамических системах, которые как-то эволюционируют во времени, на самом деле, так сказать, вот, ну, очень, скажем, сходные механизмы оказываются ответственными за возникновение беспорядка и появление неупорядоченных систем в той ситуации, где, казалось бы, у нас нет никакого внешнего беспорядка, то есть, это динамическое возникновение хаотических структур. Вот это будет последний вопрос в цикле, так сказать, классической нелинейной хаотической динамики. И вторая половина будет посвящена квантовому явлению, то есть, явлению, так называемого, квантового хаоса. Здесь действительно есть тоже очень, как говорится, интересные результаты, но вот, если начать с самых простых, так сказать, вопросов, ну, первое, что приходит в голову, когда мы думаем об учете квантовых эффектов в системах хаотических в классическом пределе, то, что квантовая неопределенность только увеличит хаотичность ее, ну, и, соответственно, так сказать, произойдет, как говорится, еще более сильное размешивание, и, соответственно, так сказать, эта система будет значительно более хаотична, но на самом деле, так сказать, вот в квантовом режиме оказывается все совсем не так, и здесь большое количество результатов было получено с помощью того же стандартного отображения, но уже его квантовой модификации. это было получено группой Чирикова, Шепелянского и Израилева. Ну, и, помимо того, что было выяснено, что вот квантовый режим, ну, в какой-то степени, так сказать, похож на классический, но начиная с каких-то, вот этапа эволюции, на самом деле, поведение систем оказывалось значительно отличающимся от ожидаемого. То есть, я думаю, что вот было выяснено, что если достаточно долго подождать, то вот в некоторых квантовых системах возникает остановка вот роста хаотичности. То есть, если, скажем, классическая система продолжает вот диффундировать дальше, то вот квантовая диффузия оказывается ограниченной каким-то этапом, и дальше, так сказать, возникает так называемая локализация, квантовая локализация, явление, которое действительно очень трудно было предвидеть до появления вот этих самых численных результатов. Ну, чтобы, так сказать, не складывалось впечатление, что это в значительной степени игра численных экспериментов, хочу сказать, что на самом деле, так сказать, после открытия квантовой локализации было сделано большое количество экспериментов действительно на физических системах, и там, ну, в частности, на атоме водорода, и там действительно это явление квантовой локализации было подтверждено. Вот. Ну, слушай, я правильно понимаю, я все-таки, с твоим решением, все по-настоящему, и там дискретный спектр. У вас, если, вполне естественно, не просто ожидается, что это непрерывный спектр. Ну, так. Нет, собственно говоря, собственно говоря, вот, действительно, вот, ну, это очень, как говорится, связанные вопросы. Дело в том, что непрерывный спектр означает инфинитное движение практически. Вот. И в этом случае действительно вот, ну, движение, вот, может быть, и, ну, там, может отсутствовать локализация, и, собственно говоря, локализация даже и в инфинитном движении может отсутствовать при каких-то там, скажем, модификациях квантовых систем. То есть она не во всех системах возникает. Вот. Но, в любом случае, так сказать, я бы сказал, что вот существенную роль действительно играет именно дискретный спектр. То есть это как раз та причина, по которой там, скажем, квантовый хаос оказался несколько более устойчивым, чем его ожидали, так сказать, видеть. Ну, то есть, собственно говоря, вместо того, чтобы квантовая неопределенность усилила хаотичность системы. Другая сторона квантовых систем, а именно дискретность их спектра. А спектр практически дискретен всегда, когда у вас финитное движение. Поэтому вот дискретность спектра действительно сыграла очень важную роль. В этом смысле многие говорят об о том, что квантовый хаос на самом деле псевдо-хаос. То есть он, ну, другими словами, что вот чтобы у вас функция была случайна, в ней должно быть бесконечное число гармоний. Вот. Но если вы имеете какую-то квантовую систему, она всегда при конечной энергии, разумеется, будет определяться практически ограниченным числом квантовых состояний, вкладывающих в ее, так сказать, поведение и эволюцию. Поэтому, естественно, что, строго говоря, вот, квантовый хаос всегда квазипериодический. То есть, вот в этом как раз есть некая тонкость. Ну и, собственно, это порождало и породило в свое время, так сказать, вопрос, а как же, так сказать, переход между квантовой механикой и классикой. Мы же видим это достаточно часто, так сказать, в нашей жизни мы инженерируем. Вот с тем хаосом, которым мы сталкиваемся, динамическим, он, вообще говоря, вроде бы не проявляет себя, вот именно квантовые там, то есть квантовые эффекты как-то сильно оказываются, ну, фактически оказывается, что квантовые эффекты просто, вот те, которые, так сказать, должны проявлять в виде дискретности спектра, в виде остановки, так сказать, квазиклассического поведения, вот эти эффекты, на самом деле, так сказать, в большинстве привычных нам ситуаций ненаблюдаемы. Ну, в чем причина? Тут, на самом деле, так сказать, я как раз это рассмотрю в лекциях, на самом деле, так сказать, причина состоит в том, что при наличии шума, при наличии шума воздействия на эту квантовую систему, возникает снова, как бы, режим, который больше похож на классическое поведение, ну, и, соответственно, так сказать, происходит восстановление динамического хаоса, подобного классическому. Ну, вот, в частности, так сказать, если мы, допустим, имеем квантовую систему, то в силу унитарности, вот, если мы имеем чисто квантовую эволюцию, в силу унитарности число состояний, которое, скажем, из которого состоит, так сказать, ее квантовое состояние текущее, число базисных состояний, всегда будет одними тем же, ну, если, так сказать, не воздействует на эту систему ничем. А если мы будем попытаться считать, допустим, скажем, такую характеристику, как энтропия, ну, энтропия, как известно, это логарифм числа состояний, задействованных в эволюции системы. Если это чистосостояние фиксировано, то тогда, естественно, энтропия со временем меняться не будет. Но, оказывается, учет шума, воздействующего на эту систему, позволяет, как раз, посмотреть режимы, которые приводят к росту энтропии, превалюции квантовых систем, и, соответственно, так сказать, как бы появлению, снова, так сказать, дальнейшей эволюции, так сказать, напоминающей классическую. Так, ну, в конце цикла лекции я собираюсь немножко коснуться, так сказать, вопроса о теории случайных макросс. На самом деле, теория случайных макросс очень часто стала использоваться и в физике ядра, и во многих других, вот, скажем, квантовых системах, и, в принципе, так сказать, ее суть, на самом деле, состоит в том, что, все-таки, так сказать, квантовая эволюция приводит к тому, что все более-менее доступные состояния оказываются перемешанными, например, внутри того же ядра, и можно считать, что там есть эргодичность. Ну, в принципе, так сказать, интересный вопрос, конечно, состоит в том, что конкретно, так сказать, в каком смысле эргодичность возникает в этих системах, ну и, в принципе, так сказать, мы немножечко на эту серию тоже поговорим, в исключительной лекции. Вот, а сейчас я хочу перейти к, собственно говоря, вступительной части, ну, на самом деле, так сказать, нам пригодятся, действительно, некоторые вопросы из аналитической механики, и я думаю, что их стоит напомнить, чтобы, так сказать, фактически, так сказать, в процессе обсуждения уже конкретных систем дополнительных вопросов не возникало, и, как говорится, я исходил из того, что кто-то там уже имел право забыть некоторые, так сказать, понятия, кто-то, может быть, помнит, но я надеюсь, что это не слишком, так сказать, навеет скуку, но тем и менее, так сказать, я постараюсь перечислить не более существенные для понимания дальнейшей коллекции, так сказать, вопросы. Ну, прежде всего, так сказать, если рассмотреть гамильтониан нмерной системы, то тогда, в принципе, ее эволюция описывается уравнениями гамильтона, и переменные, которые входят в уравнения гамильтона, называются каноническими переменами, а сами уравнения тоже называются каноническими уравнениями. То есть, фактически, так сказать, это удобный формализм, который, на самом деле, главная его достоинство состоит в том, что вот здесь действительно переменные, которые называются обобщенными импульсами и координатами, они действительно максимально общим способом рассматриваются, то есть, в принципе, так сказать, есть симметрия между импульсами и координатами, и даже вот, если забегать вперед, существуют такие канонические преобразования, которые могут, например, поменять местами импульсы и координаты. Ну, а если посмотреть на эти уравнения, видно, что вот конкретно уравнение гамильтона, разница между координатами и импульсами состоит в том случае, что импульс с точки равен минус производной от гамильтониана по координате а. Координата с точки, соответственно, без этого минуса. Ну, в принципе, так сказать, решение задачи сводится к тому, что надо как-то интегрировать эти уравнения, и, соответственно, для того, чтобы определить решение, в общем случае, решение будет зависеть от начальных условий. Это два условия. То есть, в принципе, это привычно, скажем, в Лаганжевом формализме мы задаем скорость и координату начальную, например, или там начальную координату и конечную координату. Здесь мы задаем импульсы и координаты в какой-то момент времени. Но если это задается в какой-то момент времени, то проблем не возникает. Проблемы могут быть лишь в случае, если мы, скажем, часть начальных условий зададим при одном времени, а часть при другом времени. Ну, обычно, такая ситуация встречается достаточно редко, так сказать, но мы ее касаться не будем. Значит, дальше... Я надеялся посвятить, но ладно. Она как в каске не работает, да? Нет. Ну, хорошо. Ладно, значит, это... Значит, если проиллюстрировать вот эти вот видения Гамильтона на частном случае гармонического осциллятора, я специально взял такой тривиальный пример, чтобы, так сказать, не вызывал лишних усилий для того, чтобы, ну, поскольку это вступительная лекция и в довольно позднее время. Ну, вот Гамильтониан для гармонического осциллятора они такой всем известны. Уравнение движения тоже легко получается, если сосчитать соответствующие производные Гамильтониана. Ну, и дальше, так сказать, если подставить одно уравнение в другое, то мы получаем привычное нам уравнение движения, которое уже легко интегрировано. Ну, и, соответственно, тут задавая начальные условия, мы получаем полное решение, которое... А, спасибо. Мы получаем полное решение, которое, так сказать, выражается через эти самые начальные условия. Ну, я думаю, что на самом деле, так сказать, любой из присутствующих это столько раз проделывал, чтобы на этом вряд ли стоит задерживаться. Ну, важным элементом от описания Гамильтоновой динамики является, вот инструментом, являются скобки Пуассона. Скобки Пуассона, они возникают в результате такого простого элементарного вопроса. Если мы хотим сосчитать изменение произвольной функции импульсов и координат от времени, то есть вычискивать полную произвольную, то оказывается, что ее можно выразить через производную по времени, если есть явная зависимость, то сказать, этой функции, и соответствующие производные по координатам и импульсам, так сказать, умножаемые на существующие скорости, так сказать, изменения этих величин. На самом деле, так сказать, эти скорости можно подставить из уровня Гамильтона, и тогда возникает такая элегантная конструкция, которая называется скобками Пуассона. Вот скобки Пуассона имеют достаточно важную, как говорится, играют достаточно важную роль в аналитической механике. Ну и в принципе, так сказать, многие, кто уже задал аналитическую механику, но недавно изучал квантовую механику, я думаю, они хорошо помнят аналог этих скобок Пуассона, это коммутаторы. Вот, на самом деле, это действительно очень похоже по своим свойствам на коммутатор, ну и, соответственно, так сказать, можно, так сказать, во-первых, остановиться. Ну, вы, наверное, хорошо знаете, вот функция, которая, так сказать, изучать, как меняется со временем та или иная функция, так сказать, важна еще и с той точки зрения, что некоторые функции не меняются вообще во времени, и они являются, так называемыми, интегралами движения. Наличие интегралов движения зачастую позволяет резко упрощать решение, так сказать, может быть, достаточно интригиальных задач. Вот, часто наличие этих интегралов движения отражает наличие той или иной симметрии в системе. И, соответственно, так сказать, для того, чтобы узнать, данная функция является интегралом движения или нет, надо просто сосчитать, чему равно сумма ее явной производной и скобки классов. В том же случае, когда у нас эта функция явно от времени не зависит, фактически, так сказать, вопрос о том, является ли данная функция интегралов движения, это вопрос о том, равны ли скобки по основной ее нулю и Гамильтоньяна миллиметр. То же самое, примерно, как вот коммутирование цирпанта механики Гамильтоньяна интересующий нас и давать на вольт-квантов интегралов движения. Далее, если суммировать, наиболее важные свойства скобок полосона трюкины здесь в таблице, во-первых, очевидно, их антисиметричность, во-вторых, транзитивность, в-третьих, так сказать, наскольких полосона все произведения очень похожим образом записываются, как в случае квартой механики. В квартой механики единственное, что нужно еще учитывать, что вот эта, допустим, величина, она может быть демонтировать, но и там стоит обычно справка, так сказать, в таком гараже. Ну, точно так же, как и декомутаторов, есть тоже из своей копии. И, в принципе, так сказать, если мы, скажем, вычисляем сколько поассона с какой-то величиной, то фактически, скажем, с какой-то из координат, то тогда фактически, так сказать, результат будет производным от сопряженного к этой координате, от этой функции по сопряженному к этой координате импекса. Ну, соответственно, симметричны для ситуации, когда мы, скажем, вычисляем для какой-то функции скопки поассона с импекса. Вот, соответствующие аналоги тоже идут в планхомеханике. Вот, ну и, наконец, последнее, так сказать, что обычно помнится всегда и забывается редко, это вот то, что скопки поассонов для разных независимых координат скопки по нулю и импульсов тоже, а, скажем, импульсов и координат, они отлично от нуля в том случае, когда вычисляется досопряженный парк импульсов и координат. Я планирую что-то, в принципе, я планирую, так сказать, параллельно набирать некий текст с лекциями, то есть, по-видимому, он будет выложен на веб-страничке, и это я, так говорится, буду давать задачки для желающих проверить себя, насколько, так сказать, ну, скажем, усвоили свойства технических, так сказать, вопросов, ну и соответственно, так сказать, в данном случае, так сказать, освоили эти, например, скопки по сути. на самом деле, так сказать, ну, тут сфизичной с точки зрения, так сказать, если две функции являются, так сказать, интегралом движения, то, поскольку по сути эти функции, так сказать, являются тоже интегралом движения, это может быть полезно в тех случаях, когда, например, у вас, ну, скажем, есть система и хочется поискать, скажем, еще следующие интегралы движения и таким образом будем все это найти. Оно, сейчас вот мы коснемся, так сказать, важного, вот такой вопрос в аналитической механике, это вопрос о экономических преобразованиях. Вот эта тема, на самом деле, так сказать, чрезвычайно важна, так сказать, и по сути дела, так сказать, большая часть, как говорится, задач, которые решаются, они обычно решаются не в исходных координатах, а в каких-то координатах, где решение найти удается намного более прозрачным способом. ну, фактически, так сказать, это важный инструмент для решения задач энергетической механики. Вот. Ну, если мы имеем какой-то набор экономических переменных координат и импульсов, мы можем построить другой набор таких же переменных, взаимно сопряженных, и фактически, так сказать, способов построить такие наборы, естественно, бесконечное множество, и важно как раз уметь получать из одних из одного набора переменных другие наборы переменных, ну, и соответствующие импульсомианы. Вот. Как построить новый набор переменных, чтобы этот новый набор переменных удовлетворял тем же уравнением Гамильтона. То есть, имел ту же форму, то есть, уравнение движения имел ту же самую форму. Ну, идея, на самом деле, проста. Она состоит в том, что рассматривается вариационный принцип Лаграджана. Это известно, что вариация Лаграджана равняется нулю на какой-то траектории. Ну и, соответственно, так сказать, если мы эту же самую траекторию описываем в других переменах, то тогда возникнет, вообще говоря, несколько другой Гамильтониан и несколько, собственно говоря, подлинтегральные выражения будут как-то отличаться. Но для того, чтобы, так сказать, эта вариация была равна нулю, достаточно, чтобы, так сказать, разница между протеинтегральными выражениями являлась полной производной по времени. Тогда фактически, так сказать, входит от этого, если мы рассмотрели разницу вот этих самых вариационных интегралов, то тогда войдут значения на концах варьируемой траектории на концах, которые, собственно, и не варьируются. Варьируемой результат вариации траектории разных переменных будет один и тот же. Но на самом деле это дает вот такое соотношение. По сути дела это позволяет один набор и другой набор переменных выразить через некоторую функцию, возникающую в этом случае, она называется производящей функцией. Производящая функция может быть выбрана различными способами, но главное ее свойство состоит в том, что вы должны ее всегда брать, чтобы она была функцией двух переменных. Одна переменная из старого набора, другая из нового. В данном случае мы рассматриваем функцию, которая является функцией координат старых и черточки это координаты новые. И тогда возникает это тогда у нас можно выразить через эту производящую функцию связь между старыми и новыми переменами. как строить эти производящие функции? Строго говоря, какого-то более-менее универсального рецепта нет, поскольку здесь скорее вопрос искусства, чем развитую технологию. Но тем не менее удачный подбор этой производящей функции позволяет получить новые перемены, которые задачи может быть представлены более прозрачным, более удобным для решения деньги. Вывод этих соотношений, которые связывают импульс например в данном случае импульс старый через производство производящей функции по старой координате и импульс новый через производство той же самой производящей функции уже по новой координате. Помимо этой связи еще возникает связь между Сталином и Гометарианом. Они вообще говоря разные. То есть это означает, что мы можем построить новый Гометариан, который заметно будет отличаться по виду от старого Гометариана. Гометарианом им это бонусом приводит я позже скажу. А сейчас как говорится я просто для полноты картины упомянул, что на самом деле можно выбирать не только пару старая координата новая координата можно выбирать пару старая координата новый импульс собственно четыре способа существует поскольку две переменные два типа переменных соответственно и два на два это как раз четыре варианта в принципе скажем когда мы переходим в принципе построение допустим одной функции через другую может быть сделано с помощью хорошо известных термодинамики преобразований жанра которые по сути дела причиной имеют ту же самую природу в термодинамике там у нас термодинамический потенциал был полный производный полный дифференциалом от переменных входящих в него здесь он тоже является полным дифференциалом соответственно аналогичным способом связывания одного производящей функции с другим производящим функциям вот здесь рассмотрен как раз когда мы вместо производящей функции зависящие от старой координаты и новой координаты берем функцию зависящую от старой координаты но на блокнике в самом моменте когда получается подобная лаводосвязь вот ну значит амин что как говорится таким некоторым неожиданным бонусом является то что по самому переиспользование экономических преобразований дает очень большие возможности при построении новых переменок нового гемитаниана в частности если у нас как-то гемитаниан зависит от времени то мы всегда можем выбрать производящую функцию такую что в итоге так сказать новый гемитаниан просто равен нулю вот тогда у нас новые переменные они будут вообще говоря гемитаниан будет зависеть от новых переменных так сказать новый гемитаниан но в силу того что он тождественно равен нулю фактически будет означать что все производные от него по новым переменным равны нулю естественно это означает что координаты импульса все будут константами в таком выборе производящей функции вот и фактически это означает что если мы совершили такое преобразование то мы наши старые переменные привязали к каким-то константам и вот эти константы могут рассматриваться например как некие функции от начальных условий потому что если мы допустим возьмем наши старые переменные при т равном то как говорится значение этих новых переменных оно будет то же самое что в произвольный момент времени то есть фактически это получается как бы неявное решение задачи самым общим видом но кто это дариот на самом деле конечно здесь обольщаться сильно не стоит но в принципе если мы если мы возьмем связь сейчас покажу предыдущий гамитонян если мы возьмем допустим новый гамитонян равен нулю то тогда фактически у нас вот это выражение получается соотношение равно нулю так дальше фактически мы имеем такое уравнение но если еще вместо импульса подставим выражение для вместо импульса подставим выражение для в виде производной как производящей функции то мы обнаружим что у нас получилось новое уравнение которое так сказать которое так сказать фактически уравнение на производящую функцию в данном случае и это уравнение на самом деле позволяет уравнение в частных производных но позволяет вычислить эту функцию ну и соответственно сосчитать связь между старыми нормами координатами но это уравнение еще называется уравнением геометрона и якубе потому что если скажем на следующей лекции будем говорить про действия фазы пространства то мы на самом деле так сказать увидим что это просто уравнение для действия получения и вот это уравнение геометрона и якубе так сказать оно перевело нам задачу так сказать решение набора уравнений геометрона так сказать мы теперь можем решать уравнение в частных производных для этой производящей функции ну и соответственно так сказать это немножко другая задача я в школе сейчас производят у и т а не то сейчас вот эта функция сейчас она будет константно потому что у нас вот так сейчас здесь я без чертовок с чертовок можно написать да здесь чертовок пропущено значит по счету и к счету это будут некие константы которые на самом деле уже могут рассматриваться как некоторое постоянное интегрирование ну и соответственно так сказать зависимость от времени будет уже на зависимость от времени они влияют как константы интегрирования что могу сейчас подготовить функцию ку и т а я хочу чтобы главная функция q p чертовок нет на самом деле еще так на самом деле она Вот эта функция, на самом деле, еще содержит в себе, конечно, F2 у нас зависит от P с чертой. P с чертой вообще в данном случае является константой. То есть мы знаем, что она ни от чего не зависит. Потому что, так сказать, герметониан, это ответственно равен 0. Поэтому, поскольку, так сказать, P с чертой, здесь с чертой должно быть, то есть с чертой с точкой, даже если она равна 0, значит, это будет это самое... Это же та самая история, где общая интеграла. Да-да-да, именно-именно. Потом мы должны из этого общего интеграла получать уже конкретное решение. Ну и, в принципе, такую форму уравнения Гамильтона используют в тех случаях, когда в такой форме может себя проявить какая-нибудь симметрия, например, задачи. Поэтому, так сказать, в каких-то ситуациях, когда, например, возникает разделение переменных, то эта форма в виде уравнения Гамильтона и Коби может сыграть свою положительную роль. Ну, здесь еще я хочу упомянуть, что если у нас герметониан явно от времени не зависит, то он на самом деле сам является интегралом движения, и на самом деле, так сказать, мы можем просто подставить, его природить в какой-то константе, это будет некоторое... Ну, в смысле, это будет просто энергия, так сказать, отвечающая данной системе. Ну, если, конечно, не всегда Гамильтонян является, так сказать, энергией. Ну, и тогда будет такое уравнение Гамильтона и Коби, которое уже не будет содержать производную по времени АТЭФ, будет содержать только частную производную по координатам. Ну, это уравнение несколько более простое, может оказаться тоже в каких-то случаях, так сказать, может быть эффективно решено. Вот, ну... А, ТЭФ-то надо, да, ну лишний, да? Где? Вы сделаете это как было, а с вами зависит? Ну, сейчас, вот, да, ТЭФ здесь лишний, конечно, да, это я просто копикпастом его сюда занес. Хорошо, спасибо, значит, дальше, так сказать, рецепт, ну, я, собственно говоря, подхожу уже к концу запланированного сегодня, так сказать, это, вот, дальше, так сказать, вопрос, вот, что получается, когда, вот, возможно разделение переменных, вот, ну, с точки зрения, вот, этого уравнения Гамильтона и Коби. Ну, если у нас, вот, все переменные разделяются, то, тогда, вот, в принципе, можно найти, вот, Н интегралы движения по числу, так сказать, переменных в данной задачи. Вот, если бы мы их нашли, то тогда, по сути дела, мы решили всю задачу, потому что это уже неявная форма, как говорится, записи решения. Ну, вот, вот, здесь мы уже, если обозначим вот эту самую функцию в два, в более привычном виде, как бы, функцию Гамильтона и Коби, то, наверное, вот, в случае разделения переменных мы можем ожидать, что, вот, она, это, как говорится, функция Гамильтона и Коби распадается на сумму, вот, такого вида, когда у нас каждая слагаемая зависит от только одной координаты. А, напомню, альфа-1, альфа-1, это константы, они не зависят от всей этой, поэтому, реально, так сказать, фактически, так сказать, динамически переменные зависит от времени в каждом слагаемом является только вот в каждой конкретной координате. Ну, вот, это, как раз, вот, отвечает ситуация, когда у нас действительно расцепились все с детьми свободы между собой, вот, ну, и... Ну, я как-то про другие варианты не скажу, в принципе, есть сложные системы, в которых явной аддитивности нет, например, скотч катоды, ну, там, но, тем не менее, там точно есть интегралы движения, и вот, как с этим быть, я, наверное, не знаю. Ну, в принципе, так сказать, наверное, все-таки, если мы имеем некий интеграл движения, то, ну, вот, может, это все упинаешься просто в сложность представления, так сказать, в таком случае. Для того, чтобы процепить, надо, на самом деле, еще, как говорится, выбрать соответствующий набор переменных так, чтобы, вот, действительно, вот эта сумма распалась. Ну, потому что, ну, представьте себе, что мы, вот, возьмем, хотя бы, ну, к примеру, вот, какие-то суперпозиции вот этих самых, вот эти, вот, если возьмем другие куриты, то не факт, что у нас, вот, скажем, другие переменные куриты, то не факт, что у нас вот так остается в такую сумму. Вот, но, что происходит, если у нас, честно, если у нас действительно, вот, результат, может быть, представлен в виде вот такой суммы. Ну, в этом случае, так сказать, понятно, что у нас, вот, особенно если гамильтониан тоже распадается на сумму гамильтонианов, то это просто, вот, набор независимых степеней свободы, для каждой из которых можно, вот, вот, фактически, так сказать, решать, вот, уравнение гамильтона и кобицы индивидуально. Ну, и, соответственно, так сказать, если мы решим, вот, эти уравнения, найдем зависимость, вот, это СИ от КУИТа, ну, и, соответственно, так сказать, тогда можно и, вот, используя, кстати, связь между старыми и новыми переменами, только, наверное, найти, как говорится, зависимость наших решений от начальных, в том числе, в исполнении, ну, и так, от тех констант, которые играют роль в начальных условиях. Ну, это, ну, это отдельная тема, очень нетривиальная, так сказать, там, система со связями, это, насколько я понимаю... Ну, как, такое же рехотологическое подразумение, у тебя, ну, же рех проще ерунда, и, по квадратной живой, да? Да. А частицы, как их похитили поверхность, так, что ты не можешь, скажу, выразить через y, z, я, 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 там, не знаю, понятно. Граница хитрая, это бильярд Синая, или МПКВН, но то есть у нас граница. Нет, но в случае бильярда Синая там... Нет, ну что такое, у тебя ограниченные области, у тебя есть ограниченные условия, да? Нет, но там фактически рассматривается некое отображение, которое в эту связь себя и включает. Но в принципе любая эволюция во времени это каноническое преобразование. То есть в принципе, наверное, можно найти каноническое преобразование, которое даже при наличии связей позволяет поставить начальные координаты с какими-то конечными. Но если, скажем, ты имеешь эволюцию набора каких-то степеней свободы во времени, то фактически каноническое преобразование, которое тебя возвращает в начальное условие, есть искомое. Нет, ну я попросил. Да. У вас две каустики там какие-то не могут быть? Понимаете, понимаете? И очень, кстати, большие проблемы, особенно в квантовом режиме, это сопрождают. В целом из лучших случаях, когда вы для журналистов, это не именно в чизне. Бывает, наверное, не именно в чизне. Нет, нет, нет. Саш, ну то, что, так сказать, возможно, если ситуация, которая не вкладывается в эту простую картину, это... Ну да, нет, проблема не в том, что, так сказать, как говорится... Что касается связи, если мы действительно можем записать гамильтонианную систему, в которой действительно она описывает сравнение Гамильтона, а связи это просто, ну в каком-то смысле, если ты границу имеешь в виду, например, Биллиан-Сина, это в какой-то степени... Не столько связь, просто... Ну она действительно, вот хитрая связь, но, собственно говоря, вот с такой, ну скажем, логической точки зрения здесь проблемы особо нет. Просто вопрос о том, что сосчитать вот эту траекторию очень сложно, потому что там есть неустойчивость, очень биллианность иная, и, как говорится, соответствующие, так сказать, есть... Есть траектории, которые, так сказать, экспоненциально расходятся, а есть, которые экспоненциально схлапываются, ну и, соответственно, так сказать... Вот в этом случае, так сказать, все упирается в сложность построения вот этого канонического преобразования, то есть оно нисколько не помогает, но если есть возможность построить, скажем, какое-то отображение, которое ухватывает основные свойства вот этой динамики, ну или точно, или хотя бы там качественно, то тогда ты победил. А если, скажем, ну, собственно, в этом-то и была проблема, то, что, так сказать, Синай доказал, скажем, эргоничность в своих бильярдах, то есть это была серьезная работа, которая, так сказать, ну далась немалой крови. Поэтому, так сказать, понятно, что в этом случае, так сказать, эргаментоновая динамика, ну вот конкретная ее, так сказать, реализация, то есть формально, так сказать, формально, если ты имеешь эргаментоновую систему, то связь между состоянием ее в различные моменты времени, это каноническое преобразование. То есть формально, вот это утверждение справедливо. Но вопрос, насколько, так сказать, реальное преобразование построить так, чтобы пользоваться. Вот в этом проблема. Ну, как говорится, первая часть утверждения понятна, что если мы, как говорится, имеем гаментоновую систему, то фазовый объем сохраняется, а это и есть условия конечного преобразования, так сказать. Ну, то, что, скажем, начальные и конечные перемены будут тот же самый фазовый объем, так сказать, заметать. Понятно, да? То есть в этом смысле логически здесь вроде как все понятно, но как это на практике, это как раз порождало те трудности, которые приходилось довольно тяжело преодолевать. Причем довольно таким, скажем, мощным математиком, Арнольдом, потом Синай, действительно. То есть это, вот, если речь идет об системах, вот, бильярд, на вид действительно очень простая система, так сказать. Ну, да. Ну, а тем не менее, то, что, так сказать, он эргоничен, так сказать, это было доказано не сразу, так сказать. Все-таки, если есть рельярд, это же такое, то у него просто потенциал такой? Нет, у него просто потенциал, просто бесконечная стенка, как уже, наверное, какой-то, так сказать, запятный перелой, да, рельфсон. Ну, я просто, например, проявлю, если я не знаю, то потом что? Нет, это, наверное, да. А у вас движение ограничено, там, вот, рельфсон, в общем-то, другое. Значит, есть простое утверждение, что, вот, если, допустим, мы берем границу в виде окружности, то тогда здесь движение будет регулярно. Но если мы разрежем вот это самое... Ну, наверное, у вас с тобой разделили перемены, у тебя начальные условия раздельяются. Да, 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 именно поэтому. То есть важно не только то, что у тебя оператора разделял перемены, но еще еще в граничные условия были. Да, да, именно так. Ну, это понятно, что оператор, на самом деле, это же, вот, определяется вместе с граничными условиями, это может все оператор сказать. А если кримористы стоят в граничные условия, то это капец. Ну, тут же самое, вот, если еще один пример, тоже, ну, такой, заразительный, вот, вот, квадрат, внутреннего движения, очевидно, регулярно, правильно? Вот, если мы ставим небольшую пружность в центре, уже все, хаос. То есть, на самом деле, здесь, хаос заработать достаточно просто, ну, вот... Я уже сказал так, не заработать хаос, но через субботу. Что говоришь? Не заработать хаос, но через субботу. Да, вот именно, как говорится, это и обеспечивает, на самом деле, скажем, использование статистических законов в системах, где, может быть, и странно было надеяться, вот, ядро атомное, так сказать, оно не так уж много частиц там, вот, тем не менее, так сказать, вот, спектр самых, одночастичных состояний, которые там, электронные... Ну, да, ну, это задача трехтел. Задача трехтел. Да, то есть... По закону Голоса за инвалидность. Ну, это означает, что, на самом деле, так сказать, наша Солнечная система тоже хаотическая. Хаотическая, хаотическая. У нас уже не летает за инвалидность, что-то из-за этого. Ну, да, поэтому, так сказать, как говорится, жизнь интересна, потому что все время что-нибудь новое появляется, да? Ну, что-то прилетает. Это как коридорство. Да. Ну, да, да, крути, крути. Я, наверное, спокойно, на просим вылетает. Да. Ну, вот, значит, я хочу, на самом деле, так сказать, это уже конечный, последний слайд, который я хотел сегодня показать. Последний, заключительный. Да, значит, сегодня последний, а вообще заключительный, будет, когда я закончу лекции. Значит, дальше, если у нас, на самом деле, мы такое разделение переменных сделали, то мы можем рассмотреть новый гамильтониан, например, как функцию этих самых новых импульсов, например. Это наши альфаиты, которые, сейчас я здесь должен... Вот, например, фактически, так сказать, константы интегрирования, которые там у нас возникли. Вот, если мы, вот, теперь, вот, построим вот этот гамильтониан, вот, как функцию, действительно, этих альфаитов, то, ну, суть движения будет состоять в том, что у нас новый гамильтониан будет зависеть только от этих констант, координат, которые одновременно являются интегралами движения и, в то же время, еще играют роль импульса, и не будет зависеть от координат. Ну, в этом случае, так сказать, ну, вот, то, что можно записать в качестве равных движений для координат, принимает очень простой вид, то есть, правая часть этих уравнений перестает зависеть от времени. Она не зависит от времени, потому что она проживается только через константы. И в этом случае, так сказать, вот, появляется, вот, очень простое поведение вот этих самых координат, вот новых, которые построили координат. И если, скажем, наше движение фенитное, то ясно, что эти координаты будут циклическими. То есть, по сути дела, так сказать, это будет означать, что они будут иметь смысл угла, угловой переменной. Ну, и сопряженные им импульсы, на самом деле, будут иметь смысл действия. Ну, это, как говорится, это мы узнаем, когда я вот рассмотрю фазовое пространство. Собственно говоря, для определения, так сказать, смысла действия, конечно, нужно будет поговорить о фазовом пространстве гамильтоновых систем. Вот, и это как раз будет тема следующего семинара. Слушай, а я хочу еще сказать, вот, если мы вернемся к координой механики и финишному движению, вот у нас есть флоновые энергии. Может быть так, что, когда его плотное состояние бесконечности не обращается, а с тохастикой все равно есть? Или обязательно, то есть, можно ли, глядя, рассказать, есть тохастика или нет? Ну, скажем так, для того, чтобы, так сказать, время возврата стало бесконечным, нужно, чтобы была какая-то значимая область вот этих состояний, которые, скажем, имели сколь будно близкие, так сказать... То есть плотность и его бесконечности тоже обращается? Ну, там даже и не плотность, нужно, чтобы количество этих состояний было бесконечным, понимаешь? Да, это раздражение, что плотность иногда становится. Вот, и не возвращается. Нет, я, 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 я к чему... Я к чему кладю? Я кладю к тому, что в этом случае, так сказать, у тебя движение перестанет быть фининным. Потому что вот бесконечное число состояний обычно... Ну, а, ну, если мы рассматриваем сколько угодно большое число состояний, это означает, что частицы могут сколько угодно далеко у тебя от ядра. Сколько угодно, но тем не менее... Ну, нет, ну, тогда я скажу еще чуть-чуть. У меня такое состояние, что у вас сам это для того бесконечности. Нет, нет, я... Надо состояние сделать, чтобы... Ну... Ну... Входи сюда, если ты живешь. Нет, ну, раз в этих штуковинах там оказывается не так, что у вас вот вблизи какой-то конкретной энергии, у вас две потенции, он обращается в бесконечности. Здесь, ну, от вот таких вот бильярдов, там видно, что в каких-то энергиях обязательно вот сгущение будет. Потому что если у вас просто как конжирентные уровни, не будет там никакой стихости? Нет, ну, нет, вот я тут как бы немножечко, так сказать, хотел бы уточнить. На самом деле, так сказать, если мы наблюдаем вот действительно сгущающуюся какую-то точку сгущения состояния, то вот естественно... Какая-то энергия конкретно? Ну, я скажу еще компактнее. То есть, если у нас имеется какое-то состояние, существенную часть, в которую вкладывают именно область вблизи этой точки сгущения, то есть там сидит заметная вероятность, то тогда действительно, вот, скажем, время, вот, скажем, возврата, ну, периодического возврата будет расти до бесконечности с уменьшением, вот как принцип, расстояние между вот этими, минимальное расстояние между этими уровнями. Наверное, мне тоже не нравится достаточно, потому что вот водород, у тебя все к нему сгущается уже, а никакой стихи там нет. Ну, ну, тут, тут, конечно... Есть ли это критерии? Нет. По спектру можно сказать или нельзя? Нет, по спектру, конечно, нельзя. Потому что, потому что вот в случае водорода у тебя вот электрон, который уходит, он уходит далеко от, но помимо вот... Ну, проблема в том, что если у тебя, как говорится, имеется стахастика, это означает, что вот система забивает свои какие-то... Ну, разбегается. Да, разбегается, разбегается. Вот, что в случае атома водорода получается, что у тебя одновременно растет время вот ухода на это состояние, то есть характерное время, так сказать, хождение туда и обратно, оно тоже возрастает, и поэтому здесь, по-видимому, войдет... Ну, так, тут соотношение между временем и расстоянием между уровнем должно быть. Так это то, что надо фазу рождения, что ли, искать? По сути дела, это вопрос о соотношении масштабов времен и соответствующих плотностей спектров обсуждается достаточно часто. Может быть, действительно, когда я буду квантовую эволюцию рассказывать, там это все будет разобрано, потому что там уже будет на конкретной модели более-менее понятно тогда, о чем речь идет. Ну и, скажем, в качестве контрпримерного можно будет тот же водород обсудить, который буквально в этом смысле стокастическим не является. То есть для того, чтобы он стал стокастическим, там нужно еще накладывать микроволновое поле, обычно накладывают, тогда происходит стокастизация вот этих плотных уровней. Но в отсутствии, так сказать, каких-то внешних воздействий это будет просто, так сказать, регулярное движение. Правда, оно будет, как говорится, не будет накапливаться, не будет экспериментировать. Нет, там действительно есть вопросы. И на самом деле, мне кажется, что очень интересный вопрос о устройстве волновых функций, которые возникают в статике. Ну, собственно говоря... То есть я вижу, что там тот же Кимов, у него там говорит, а вот это отображение туда, отображение сюда. Нету там в этих отображениях никаких волновых функций. Это просто, в принципе, не задерживается. А описание всего этого действия с помощью отображения это типичный уход от обсуждения вопроса, как устроены волновые функции? Ну, я бы сказал еще и так. Если мы хотим действительно смоделировать экспоненциальное разбегание на каком-то времени рефеста... Нет, если мы берем малые времена, меньше времени рефеста, то тогда в этом интервале еще есть понятие траектории, и какое-то время квантомеханика обязана моделировать это разбегание. И вот, как раз вот интересный вопрос, каким образом возникает экспоненциальное разбегание, вот это вопрос к устройству волновых функций. Вот хорошего ответа я еще не видел. Я, кстати, хорошего ответа на ту тему, даже близко. Но это не то экспоненциальное разбегание, которое называется инфляцией. Не, не то понять. Конечно. Говорите, что это... Ладно, зам, наше продолжение следует. Спасибо. Спасибо.